Жодзинская встреча местных белочерных автозаводцев и красных футболистов Новополоцкого Нафтана с учетом текущей ситуации в таблице безальтернативно тянула на почетный статус гвоздя 16-го тура. Как-никак играли команды, занимавшие третье и четвертое места, входящие к тому же в группу ближайших преследователей-лидеров. Хотя, конечно, нынче определение ближайший преследователь БАТЭ звучит как-то несерьезно. Стоило отметить, пожалуй, и еще один любопытный, даже забавный момент. Своим равным 25-очковым показателем в таблице Жодзинцы и Новополочане, что любопытно, подошли с удивительной разницей в степени надежности обороны. Нафтан пропустил почти в два раза больше, чем Торпеда, 23 против 12. При этом забили команды одинаково и не очень много, по 17 мячей, 15 игр. Как выяснилось в ходе субботнего матча, опираться на табличную статистику, прогнозируя сегодня исходы встреч лидеров Белорусской высшей лиги, было бы, по крайней мере, легкомысленно. Оборона Новополочан в субботу выглядела столь же надежно, как и Торпедовская, и даже попрочнее. Потому как не позволила себе даже моментальной потери концентрации, в чем оказались грешные Жодзинские защитники. На 20-й минуте второго тайма автозаводцы не по правилам стреможили вблизи собственной штрафной нафтанас Солжуковского. Арбитр Сергей Сахаревич зафиксировал нарушение и остановил встречу. Торпедовцы, не торопясь, начали готовиться к стандарту. И, образно говоря, профукали быстрый розыгрыш гостями штрафного. За ним, кстати, не успела и наша камера. Так что гол Дегтярева, завершивший этот, как выяснилось, решающий эпизод матча, пришлось раздобывать у клубных операторов. Наверняка любители футбольной эстетики в один голос заявят, что такие голы футбол не украшают. С таким утверждением можно соглашаться или нет. Однако с прописной истиной игры номер один засчитывается любой гол, забитый без нарушения правил, спорить бесполезно и даже глупо. Как говорили после футбольных междусобойщиков у нас во дворе, счет на табло. К финальному свистку в Жоринском матче этот счет был 1-0 в пользу Нафтана, который после этой победы единолично оккупировал вторую строчку турнирной таблицы. Мы победили сегодня в трудном матче. Хорошая команда, я считаю, что сегодня одна из организованных в плане тактических понятий команд. И это был трудный, трудная победа, тяжелый матч. Думаю, что все-таки можно учить все время. Первый матч под руководством очередного нового главного тренера, еще неделю назад выходившего на поле в статусе игрока Сергея Гуренко, минским «Динамовцам» выпало проводить против своих брестских одноклубников. Стоит сказать, дебют в качестве главкома опытнейшему белорусскому футболисту удался на славу. В воскресенье в заключительном матче 16-го тура под руководством Сергея Гуренко столичные футболисты отпраздновали первую за последние четыре года победу в Бресте. Более того, именно правительский дар Гуренко стал залогом успеха минчан. В бескомпромиссной и упорной «Динамовской» битве, в которой с переменным успехом бразды игрового правления брали в свои руки то гости из столицы, то хозяева, «Фортуна» в итоге улыбнулась команде Сергея Гуренко. Исход противостояния решил единственный результативный эпизод, что любопытно участием в нем приняли три резервиста минчан, появившихся на газоне Брестского спорткомплекса после антракта. Сергей Гигевич, который точно навешивал с правого фланга, Александр Лебедев, который спас уходивший, казалось, за лицевую мяч, и, собственно, Дмитрий Рекиш, который через минуту после появления на поле оформил дебютный мяч в составе «Динамовцев». И таким образом, кстати, принес минчанам желанное трехочковое пополнение. До конца встречи счет на табло больше не менялся. 1-0 в пользу гостей. Кстати, уже сегодня на официальном сайте Белорусской футбольной федерации появилось сообщение о неправомерности нахождения Гуренко на посту главкома, так как на данный момент у делающего первые шаги на новом поприще футболиста нет тренерской лицензии. Похоже, нас ожидает любопытное развитие событий. Субботним вечером в гости к Минску наведалась вторая на тот момент команда чемпионата «Неман». Зная неуступчивый характер столичного клуба и нынешние амбиции гродненской дружины, без особого риска ошибиться можно было предположить упорнейшее противостояние с минимальным количеством забитых мячей. Смысловой наполненности такому выводу добавило укрепление без того монолитной обороны горожан. Место на левом ее фланге занял наконец-то заявленный новобранец Алексей Панковец, который до этого не один год бороздил футбольные просторы Украины. Отлично освоился. Ребята, он со многими знаком, с кем не знаком был, познакомился. Хорошая команда, коллектив, все хорошо. Превзойти приземленные ожидания, немногочисленные торсиды соперникам действительно не удалось. Первая половина встречи могла понравиться разве что искушенным в тактике специалистам, которые вполне могли посоревноваться в разгадывании замыслов и выборе игровой модели наставников Минска и Немана, соответственно Сергея Яромко и Олега Радушка. Строжайшее исполнение футболистами тренерской установки дело, конечно, святое, однако болельщику этого определенно мало, ему капризному непременно подавай голы. А вот с этим у соперников вышла большая напряженка. Если хозяева до перерыва пару раз все-таки сподобились испугать голкипера Гродненцев Василия Кузнецова, то гости позволили стражу ворот горожан Симасу Скиндересу пребывать в курортном режиме, изредка отвлекаясь на разминочные удары в исполнении преимущественно Алексея Зучкова. В общем, собравшаяся на трибунах торпеда публика стала свидетелем привычно унылой белорусской футбольной картины, которая не меняется из года в год. Это подтвердил и новобранец Минска. Мы вернулись в Беларусь после довольно подложительного перерыва. Каковы первые впечатления вообще о нашем чемпионате? Изменилось что-то? Трудно тут сказать по одной игре. Ну, в принципе, я так ходил на игры. Ну, в принципе, так. Я, как понимаю, ничего не изменилось. После антракта снова активнее выглядели хозяева, которые в середине второго тайма заставили ёкнуть сердца поклонников Немана. Сначала Кузнецов не без труда справился с выстрелом Андрея Хачатуряна. А затем, после коварного то ли удара, то ли навеса со штрафного Александра Сочивка, мяч совсем немного разминулся со створом ворот гостей. Самый же реальный шанс Минчане упустили за минуту до истечения основного времени, когда после блестящей передачи ссоры уже упомянутый Хачатурян бесхитростно пробил в Кузнецова. Чуть ранее ликовать вполне могли гродненцы, у которых при помощи рикошета едва не отличился вышедший на замену Дмитрий Коваленок. Увы, помешать подписанию мирного договора никому так и не удалось. В итоге ничья 0-0.